Девушки отдыхают Мясо перепелок обладает уникальными целебными свойствами, легко усваивается и содержит много полезных витаминов. Оно богато минеральными веществами, в том числе такими как железом, кальцием и калием. К тому же перепелки очень вкусные и из них можно приготовить много замечательных блюд, таких как шашлык, плов и разные супы. Перепелка по-узбекски это бидона. Фаршированная бидона довольно популярное блюдо в Узбекистане. Это один из самых вкусных способов приготовления этих замечательных птичек. Так как в самой перепелке мяса не так много, то в качестве начинки мы сегодня используем фарш из баранины со специями и зеленью. Ну что ж, приступим? Нам понадобится 6 перепелок, которые предварительно мы замочим холодной подсоленной водой. Туда мы добавим 2 чайные ложки соли и также половинку лимона. Выжимаем из него сол. Раз, два, этого достаточно. Выжимаем сразу половинку лимона, берем в сторону и пустим наши перепелки в эту воду. Хорошенько размешаем. Оставим на 30 минут. Ну а пока они замачиваются, перейдем к приготовлению фарша. Ингредиенты для фарша, которые мы заранее подготовили для того, чтобы сохранить время, это баранина, примерно грамм 400. Мы используем молотую, но можно также мелко порубить мясо до состояния фарша. Немного курдючного или внутреннего жира, мелко нарезанного. Если баранина у вас жирная, то можно обойтись и без добавления жиров. Одна луковица маленькая, также нарезанная мелкими кубиками. Половинка сладкого перца мелкими кубиками. Половина пучка кинзы мелко нарезанной. Одна чайная ложка зиры. Одна чайная ложка кориандра в зернах. Одна чайная ложка соли. И пол чайной ложки молотого перца. Добавим все наши ингредиенты к фаршу. Но перед этим обязательно возьмем зиру и кориандр и измечим ступки. Чтобы ароматы этих препаратов раскрыли. Так можно меньше. Отличный запах. Прекрасно. И добавляем все остальные точно так же. Жир. Сладкий перец. Лук. Ах, как уже прекрасно пахнет наш фарш. Соль. Перчик. И тщательно перемешиваем. Как только перемешаем, то можно будет накрыть пленкой и убрать в холодильник. Фарш практически готов. Отправим в холодильник. И приступим к следующему этапу. Для запекания перепелов тушки нужно предварительно замариновать как минимум на 2-3 часа, чтобы мясо приготовилось нежным и вкусным. Существуют разные маринады на основе оливкового, растительного масла, соевого соуса, горчицы, меда, лимонного сока, чеснока с добавлением специй и прав. Мне больше всего нравится маринад, в состав которого входит. Апельсиновый или гранатовый сок, грамм 200. Сегодня у нас свежевыжатый апельсиновый сок. Соевый соус, 100 грамм. Мед, 1 столовая ложка. Три дольки чеснока, выдавленного или мелко нарезанного. Черный перец, пол чайной ложки. Базилик, 1 чайная ложка. И также чайная ложка паприки. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Перчик, сушеный базилик, паприка. Возьмем мед. Добавим чесночка. И тщательно перемешаем. Натрем перепелят маринадом, как снаружи, так и внутри тушки. Ах, какой запах, прекрасно. Обязательно надо, чтобы наш маринад попал вовнутрь. Можно сказать, искупаем их в этом соусе. Проделаем то же самое с остальными. Возьмем последнюю, проделаем то же самое. А потом накроем и уберем в холодильник. Итак, прошло 2,5 часа. Перепелята замариновались. Нам их надо будет начинить фаршем. Но перед этим разогреем духовку до 190 градусов Цельсия или 375 градусов Фаренгейта. Фаршируем каждую и выкладываем на противень. Сделаем немного фарша. И вот таким движением. Как можно больше. Добавляем наши перепелки. Проделываем то же самое с каждой. Прекрасно. Первая готова. Перейдем ко второй. Продолжение следует. Начинили перепели от фаршем, разложим их по противню, поближе друг к другу. Оставим место. А из фарша, который остался, сделаем великолепные, сочные и вкусные мясные шарики. Обмочим руки в нашем маринаде и слепим как можно больше этих шариков. Что будет прекрасным гарниром к нашим фаршированным леперятам. Растопим грамм 50 сливочного масла и смажем наших перепелят. После этого накроем фольгой и уже отправим в духовку. Накрываем фольгой и в духовку на 30 минут. Ну что ж, прошло 30 минут. Снимаем фольгу и оставляем в духовке еще на 15 минут. На поверхности перепелок должна появиться аппетитная румяная корочка. Фаршированные перепелки готовы. Выложим их на тарелку, сервированную листьями салата и зернами граната. В качестве гарнира подойдет картошка в любом виде. У нас запеченная картошка с чесноком и укропом, а также мясные шарики. Посмотрите на этот кулинарный шедевр. Давайте попробуем, что у нас получилось. Возьмем картошечки и нашу перепелочку. Ох, какой запах! Прекрасно! Омай ножку. Это просто восхитительно! Очень вкусно! Попробуем наш фарш. Ох, какой запах! Изумительно! Прекрасно! Впереди новогодние праздники. И мы надеемся, что вы приготовите точно таких же перепелят по нашему рецепту. А этот бокал красного вина я хотел бы поднять за вас, наши подписчики и зрители канала. Нас уже больше тысячи за короткое время. И мы надеемся, что будем продолжать расти вместе с вами. И радовать вкусными рецептами, путешествиями и многим другим. Если вы не подписаны на наш канал на YouTube, то будет приятно, если вы это сделаете. Линк на Instagram и Facebook странице находится в описании к этому ролику. Еще раз за вас и приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...